Он должен принадлежать город. То есть, смотрите, вы его переводите сейчас в город, твое личное имя. Он есть в городе. Ну хорошо, вы под управление спорта. И этот стадион начнут рассматривать уже в разрезе города всего. То есть, все соревнования, которые совсем любят концов города. Сейчас он прицельно, в общем-то, направлен на Заводский район. То есть, вот перечислили же, сколько тут проходит соревнования. Там городские и областные соревнования. Ну, а необходимость передачи, скажите, у них есть проект. Они хотят его совершенствовать. Они хотят сделать крытые трибуны или крытый стадион, я вот не совсем поняла. То есть, крытые трибуны или полностью крытые трибуны. Нет, нет, да я зашел еще крытый зал. А просто создать крытый зал. Ну, то есть, у них есть проект, у них есть что-то, что они хотят уже творить. Да, мы только начали. То есть, только начали. В любом случае, 50 лет стоял стадион, никого не трогал, городу ничего. Давайте вот 60 от управления по делам физической культуры и спорта я скажу. Я человек новый в этом, как работаю, только месяц. Насколько моя информация, это сможет моя информация. Мы получили письмо непосредственно от вас на мэра. Вы написали о том, что помогите финансам, да, миллион семьдесят. И мы описали, что и тому подобное, какие соревнования там проходят. Мы как управление по делам физической культуры и спорта получили это письмо с росписи. Готовить на передачу. Если вы содержите этот стадион, так зачем вы управление спорта просите миллион семьсот? Мы не управление спорта, мы не управление спорта, мы не бюджетную комиссию. Мы обращаемся в бюджетную комиссию. Смотрите, управление спорта, оно подчиняется непосредственно вышестоящему начальству, да. Вот есть профильный замк, есть мэр. Понимаете, здесь нет инициатора управления спорта, я вам сразу могу сказать. Мы подчиняемся, как напишет нам мэр. И не нужно на нас переводить, что это инициаторы мы. Вы решайте между собой... Я хотел сказать себе заказ, наверное. Да, вы решайте, пожалуйста, между собой администрация Заводского района и мэр Александр Семенович. Значит, я хочу повторить, что вы на то, что сказали. Вы, как человек, который новый работает, вы не знаете, как на защиту. Ну, все равно вопрос управления спорта, это окей. По-вторых, в городе нет никакой просить бюджета деньги на реализацию. Если вы можете в управлении спорта просто на финансирование забить деньги, с удовольствием реализовать этот же проект в следующем замке. Мы же приходим на бюджетную комиссию и у нас уже список на 34 миллиона на наши объекты, к которым мы хотим прийти в следующую среду. Зачем нам еще один объект, если у нас все объекты в состоянии неуд? Мы хотим достроить свои ДЮСИШа. Услышьте нас. Да, это здорово, пускай в нашей структуре будут все стадионы и все. Но когда мы отремонтируем свои, все стадионы, все спортивные школы, мы забираем элементарно и говорим, город мы богатый, мы вот вкладываем вас в 5 миллионов и отстраиваем стадион. Мы свои нормальные объекты не можем достроить. Не нужно делить нас свои, не свои, это все общие. Я здесь хочу, Игорь Ильич, поддержать депутата Веселовского. Только поднялся в прошлом году вопрос о реконструкции и строительстве спортивных объектов на юности. На второй день после моего ухода с районной администрации, мне уже отколег, и чему-нибудь поступили за индикацию. Пока ты был там, мы не поднимали этот вопрос о передаче стадиона. Ну тебя же нет, Вячеслав Николаевич, теперь мы будем поднимать этот вопрос. Я здесь на камеру не буду озвучивать, кто тебе звонил, чиновники и коллеги. Но этот вопрос начал подниматься после того, когда пошло движение со стороны заводской администрации реконструкции и строительства этого стадиона. О том, что вы указаете, что инициаторами было управление спортом, была задача, я не знаю, чья, или это тоже мои донатки. Но однозначно, инициаторами управления спортом этого не было. Я говорю, космели, аж я людей подниму, в плане того, что стадион должен остаться за заводским районом, стадион должен быть, правильно сказали, и в области, и для города, и для людей по хрилому веку. Если вы не услышите депутатский корпус, вы услышите горожан. Саня Николаевич, я хочу добавить только одну единственную ремарку. Мы не делаем никаких действий, чтобы вы понимали, без согласования городского голова. Это во-первых. Хорошо будет встречаться. Это во-первых. Во-вторых, Талия Васильевна, я еще раз говорю, немного так работает, и инициатором, в принципе, по этому вопросу выступает управление спорта. Это во-вторых. В-третьих. И Иванова. Италия Иванова. Ну, это все равно. В-третьих. Я вообще не понимаю, почему настолько этот вопрос так раздут. Если это просто должна быть логика. У нас в четыре района города. У нас в Корабельном районе есть стадион, в Центральном есть стадион. Но никто не поднимает вопрос. Просто так изначально сложилось, что он все находится. Мы просто хотим все привести, как говорится, в порядок. Вот и все. Должна быть просто логика. Да, да. Вопрос заключается в следующем. Но, наверное, прежде всего, это вопрос к вам. Я так понимаю, что стадион, который находится в Заводском районе, он все равно принадлежит городу. Коммунальная собственность. Тот, который находится в Корабельном районе, он тоже коммунальная собственность. И тот, который в Ленинском, тоже коммунальная собственность. Все коммунальные собственности. Отделения. И если говорить о том, о чем мы, собственно, сейчас говорим, единственный вопрос, который обсуждается, это кому будут передаваться деньги. Кто будет тратить деньги. Кто будет тратить деньги. Администрация с какого района будет тратить деньги. Но здесь действительно есть такое очень серьезное опасение. Это серьезное опасение заключается в следующем. Не получится ли так, что деньги пойдут вам, и тогда те немногие деньги, вот о чем говорит Вячеслав Николаевич, те немногие деньги, которые вводились, ну, что там греха дали? Не большие деньги. Я знаю, что на призы даже там собирали деньги, еще на что-то собирали деньги. Но по большому счету вопрос вон в чем. Небольшие деньги, которые отводились, например, заводскому району на проведение каких-то мероприятий, опять-таки, там, не знаю, тренировочный процесс сюда входит, не входит, но эти деньги уже будут тратиться не только на те мероприятия, которые будут проводиться заводским районом, а уже как бы весь город. То есть это уже будет немножко другая картина. То есть кому что достанется в этом случае, очень трудно сказать. Поэтому администрация заводского района озадачена вот чем. А достанется ли им вообще что-нибудь тогда, этому стадиону, или вообще ничем нам не достанется? По большому счету здесь нужно смотреть, действительно, ну, вот вы рассказываете о том большом тренировочном процессе, который там идет, о мероприятиях и так далее. Ну, мероприятия, это обычно используется стадион, это как площадка. А вот что касается тренировочного процесса, да. Вот меня, например, удивило то, что вы сказали, что, например, молодежная группа МВК Николаев тоже там тренируется. А что их на стадион не пускают? Централь же нет. Не пускают. Вот, удивительно. Это их будущие кадры, но они их туда не пускают. Почему озабочены, как раз вот эти участники тренировочных процессов, они у нас забрали по большому счету в Централь и стадион, а теперь заберут и это. Теперь-то, а что мы ведь? Пока они на балансе устанавливаются. Ну, тогда, когда мы... Тогда еще, дайте я добавлю. Тогда, может, мы еще сделаем такой... Кто сказал, что не пускают? Это же глава. Кто сказал, что не пускают на поле, пускают? Евгения, вы не секрет, что, например, команду судостроитель туда не пускают на тренировки. Говорят, что вот это гениальная команда. Вот, понимаете, мы все сводим к тому, что у нас вот это вот футбольная мека, наш город. И поэтому мы пускаем только туда ту команду, которая у нас, number one. И все. И общественно, я вообще, я выяснила для себя, что это вообще-то коммерческая, общественная организация, футбольный клуб Николай. Просто осталось слово муниципальный. И поэтому мне, например, на сегодняшний день в вашей потоке перед Новым годом получить какие-то деньги на то, чтобы кормить эту команду, показались вообще интересными, почему мы должны кормить коммерческую.